Так, наступило время шахаризации, в смысле, Валерика Синсиа-Железова. Так, первое мое обращение к Леониду Александровичу. Привет, надеюсь, вернулась к себе, просто я сейчас, или, может быть, с опозданием, но всё равно посмотришь. Вот, с гордостью демонстрирую твой подарок мне в дне рождения. Вот он. Здорово, да? Я тронут, спасибо. Милая доченька. Так, поехали, ребята. Итак, величайшая тайна – дебилизм. Есть школьная биология, нет школьных садов. Вот. Как это могло случиться? И вот здесь, в этой кампании, после посадки сада, или во время посадки, тут телевидение было, но даже телеканал «Мир», федеральнейший, федеральнейший телеканал, один из главных, любимый канал Путина, любимый канал Лукашенко, даже он никак не показал этот сюжет, никак не повлиял на ситуацию. Итак, что мы имеем? Академия наук, Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения. Кого еще я забыл, а? Вот. Директора, учителя биологии. Никто ни до, ни после не вырахнулся. Единственный человек, который просто ветеран труда, вот, Скугарева. Антонина, привет. Одинственный человек, кто провел учебу в классах, прямо в школьных классах, потратил огромное количество времени, вот, свой труд, свою энергию, вот, и посадил сад. Я столько раз показывал вам его, но мне уже неудобно показывать. Не то, что неудобно. Может быть, скажете, ну сколько можно. Но дело в том, что я хочу продолжить этот разговор, буквально минутку продолжим. Понимаете, о чем речь-то пойдет? Вот они, эти фотографии. Сейчас увидите, да? Вот. Допустим, вот одна, вот то, что я сейчас показывал. Вот дети садят. Сейчас вы поймете, я сейчас буду говорить наоборот. Я буду говорить, ни в коем случае школьных садов не должно быть. Видели? Вот первый и последний случай, так он и останется. Сейчас объясню, почему. Видели? Вот так. Возвращаемся к себе, вот сюда. Почему? Потому что представим себе времена советские. И вдруг, помните, за себя и за того парня, то есть работать больше на зарплату не добавлять не будем, еще и за того парня поработаете. Все это было цинизм, подлость, ордена им одни, лишняя работа другим. Вот. Все это было. И здесь было бы вроде бы лучше. Если бы в советское время бы Антонина вот так вот бы начала, могли бы подхватить. И во всех десятках тысяч школ появились бы сады. И что было бы, Антония? Они все до единого были бы загублены. Мы об этом будем говорить уже в виде лекций. Самые крутые садоводы России и мира придумали агротехнику, которая заранее, из-за которой обречены вот те самые, смотрите. Вот эти же самые абрикосы. Потом ниже покажу. Ну, заглубляйте на 10 сантиметров. Ройте канавы 10 сантиметров. Да что, с ума посходили. Нет, они не сошли с ума. Они искренне все это, королевская рать, все думали, да, действительно, это должно быть. Вот так им надо. Потом попробуйте на поверхности семена. Они будут с жирников сходить. Вот. Но про это мы еще поговорим. А потом, не дай бог, если что-то в школьных садах бы и выросло, дальше бы детей научили зверской агротехнике. Вот. Буквально все, о чем мы 140, я подчеркнул, 145-й вебинар. Все это мы проходили. И получается, Тоня, все это было бы похоронено. Вот. И опять Минпрос, Миннауки и Образование, Академия наук и прочее, прочее. Министерство сельского хозяйства. В каждом районе, в каждом районе специалисты есть. В каждой области есть и в республиках. Министерство сельского образования. И в том числе там есть отделы садоводства обязательно. Как я с удивлением узнал. И там сидят такие специалисты, которые в основном на массе своей ни разу в жизни не вырастили ни одного дерева. А называется отдел садоводства. И, как там дальше? Ладно, чтобы не было грустно, я смеюсь. Вообще, вы поняли. Мы не готовы даже к этому. Вот так вот.